всем привет вы на канале богини рукоделия с вами милочка я хочу сегодня вам показать свои покупочки декабря наверное в этом году уже это будут мои последние покупочки уже я не успею да и мне видимо уже наверно незачем что-то покупать уже все есть так хочу начать вот с этого органайзера вот он такой сделан из дерева ссылочку на продавца я оставлю в описании здесь в принципе идет для ручек для ножничек это магнитики держатели иголочек сейчас я посмотрю так иголочки меня здесь не найдется но вот такая вот скоба она держится но иголочка в принципе тоже держится вот эти вот прорези это держатели бобиночек вот они с двух сторон очень такой красивый и мне кажется функциональный органайзер пока я его купила купила потому что мне понравилось эта идея затея вообще когда вот например вышиваю какую-нибудь там небольшую работу какую-нибудь авантюрку то нужно куда-нибудь выставлять бобиночки и где-нибудь складывать коробочки а вот есть иголочка сейчас вам покажу вот иголочка вот так вот она держится коробочки не всегда есть уместны потому что они такие большие а пластиковые коробочки которые у меня есть они намного бобинок и поэтому вот я решила себе купить вот такой вот органайзер но пока я им не пользовалась потому что пока вышиваю большие работы так вот он такой интересный запах дерева еще есть конечно не ушел так теперь дальше дальше я покажу я купила себе нет ножнички у меня были маячки вот такие маячки это я заказывала в группе рукодельная фея ссылочку я тоже ставлю такой париж а еще мне есть иголочки к ним счетные иголочки есть но иголочки я вам пока сейчас не покажу они у меня заняты такой париж я когда просила сделать не маячок то хозяйка группы наташа она знает хорошо что я люблю и вот она мне предложила сделать вот такой маячок вот такой вот париж классный такой интересный вот и собственно он живет на этих ножничках моих парижиках и вот такой вот маячок рыжий приближу вот он с такими бусинами такой вот интересный такой классный маячок полюбила я маячки полюбила всякие такие штучки почему потому что с ними не так теряются вообще ножнички потому что ножнички очень очень часто у меня терялись а когда я стала покупать уже такие маячки ножнички у меня теперь все на месте дальше вот такая вот у меня есть упаковочка сейчас я открою сейчас это я заказывала фейсбуке есть группа я ссылочку оставлю хозяйка этой группы оля у них с мужем семейный можно сказать так бизнес потому что поля продает занимается распространением рекламы а муж делает все всю вот эту красоту я немножко пошуршу потому что без этого не так упакована хорошо запах 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 дерева я еще не раскрыла а уже уже есть дерево лак да ну все вместе ой смотрите смотрите что здесь попалась ух ты какая интересная миниатюрная такая бобиночка ее тоже можно сделать как маячок интересненько какая маленькая так это подставочка под ножнички сейчас вам покажу все расскажу покажу а это у меня будет игольничка вот эта игольничка боже какое но все гладенькое ну просто вот я даже не знаю очень-очень все гладкое вообще так не знаю не могу передать словами хладенько так все вообще лаком скрыто блестит вообще классно она еще попробую ножнички свои поставить да 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 смотрите как видите как теперь мои ножнички будут стоять сейчас опа классно домик для моих ножничек просто шикарный еще одним вот еще здесь у меня есть ножнички еще одни и вот эти так их нужно вот так вот поставить вот классно вообще шикарно просто обалденно красота такой гладенький вообще так интересно не знаю ну мне кажется пока не попробуешь не подержишь руках то через экран компьютера непонятно насколько это качественно сделано обработка дерево вообще такое гладенькое так не терпится мне уже скорее посмотреть игольничку игольничка так она тоже сделано в лаке вот такая фигурные реза смотрите как красиво как здесь сделано вообще такая ювелирная прям работа смотрите сколько всяких деталей классно так здесь вот вставлена такая двп это игольница я хочу у меня есть выше то сейчас я посмотрю примере заодно сразу вышито шовчиками есть примере подойдет мне или нет наверное нет потому что по диаметру не подходит больше у меня хотя если я ее сделаю такую пухленькой знаете такую большую пухленькую игольничку то в принципе подойдет а если нет тогда я могу запросто другую так сейчас я поднесу у меня есть игольница уже сделано сейчас я померяю минутку вот моя игольница смотрите она как раз сюда подходит если я уберу это двп и и и вот сюда вот так вот не можно ставить можно перетянуть перетянуть можно мне вот сюда хотя по диаметру вот смотрите по диаметру мне кажется она практически входит только почему не держится так ну по поводу вот это можно вот так вот не оставить я могу его приклеить либо там как-то переделать на саму основу и вот так вот оставить смотрите как это у меня классная такая шикарная красивая нарядная игольница что хочу отметить ну просто все такое гладенькое ну прям 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 я не знаю это взрыв моих эмоций потому что даже вот здесь даже эта сторона знаете как которую никто не видит она тоже очень гладкая очень хорошая обработка такое все приятное так блестит красиво вообще текстура дерева видна прям ну я не знаю но я вот трогаю сейчас и я еще ни одного раза вообще не зацепилась очень классно вообще очень шикарно красиво все да конечно очередь на заказы у них просто колоссально бешеная большая и мне пришлось подождать но я вообще даже ни на минуту не жалею что я подождала столько времени и в принципе это того стоит очень классно очень красиво здесь можно складывать вот какие-то мелочи вот сейчас уберу ага так не видно вот мелочи можно складывать вот можно даже маркер положить а вообще сюда удобно ложить бисер даже мне кажется сюда удобно бисер либо вот обрезки от ниточек вот у меня нет такой штучки для мусорнички вот я думаю я сюда буду складывать вниз вот сверху мне будет игольница такая иголочки здесь будут остатки ниточек вообще классно я довольна я так долго этого ждала что вообще не знаю я вчера еле-еле сдержалась чтобы не раскрыть не рассмотреть потому что я очень хотела вам показать эту красоту поделиться с вами своими эмоциями смотрите как вообще текстура дерева видна вот вообще такая красота это вам не пластмасса какая-то это дерево настоящее вот его со всеми этими рисунками вообще смотрите какая красота просто просто красота красивенная так у меня еще есть что-то я сейчас вам покажу вот у меня есть такая вот моя посылочка что в ней в принципе я знаю что в ней но я никогда не видела это своими глазами так ссылочки на продавцов и где я это все купила я оставлю потому что ну чтобы вы тоже если захотите себе такие штучки чтобы вы знали где можно купить так сейчас я раскрою для меня удивление конечно размер размер упаковки удивил большой сейчас вот такая у нас коробочка тадам 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 не ждите чудо чудите сами так конечно хороший девиз такой и смотрите что здесь будет это будет дракончик я по знаку зодиака дракон год дракона я родилась так сейчас покажу все что же здесь что в этом наборчике честно я его видела вообще первый раз и как увидела все решила что сразу сразу я его покупаю мне он должен висеть в этом году на елочке так это вышивка на перфорированном дереве по перфорированному дереву здесь вот хочу заметить что здесь есть разметка вот смотрите разметка 10 на 10 как бы да это фирма не волшебная страна это wood stitch wood stitch состав набора перфорированная фанера бисер иглы бисерная нить фетр и цветная схема так фанера есть у нас вот смотрите даже с разметкой вот есть фетр уже вырезанный по контуру что очень радует потому что вообще вот смотрите подходит идеально конечно вот так есть две иглы какая игла длинная огромная такая игла бисерная у меня такой еще нет этой иглы и маленькая так бисер такой интересный в таких цветах которых я люблю красно-оранжево-желтых да это мои цвета я обожаю просто такое ну не зря я дракон не зря я выбрала это все так схема цветная схема вот тоже здесь с разметкой в принципе будет удобно так инструкция инструкция показано как пришивать ниточки так вот здесь рекомендуют сделать узелок с обратной стороны первый раз в жизни я увидела в рекомендациях при вышивке сделать узелок а как сделать узелок такой чтобы он не выпал сквозь вот эту перфорацию так не знаю ну ладно будем что-то сделать как делать монастырский шов стебельчатый шов инструкции ну в принципе это интересно так рекомендации так ну в принципе ничего сложного здесь нет но дракончик дракончик я в ближайшее время вот даже может быть сегодня вечером я сяду его вышивать потому что я его обязательно хочу на елочку вот смотрите какой он будет какой он будет такой красный огненный ну просто это мой дракон это мой знак зодиака мой дракон я по знаку зодиака дракон я родилась в год дракона а по зодиаку по месяцам я скорпион скорпион дракон ну короче у меня смесь этих двух знаков и меня тянет но я не могу я как увидела я не смогла сдержаться хотя обещала себе в этом году уже все я в ноябре когда последний раз делала покупочки я обещала ничего я больше не буду никаких наборов покупать я думала все максимум я дождусь свою игольницу свою подставочку думала все я вот дождусь их и все и покупок больше никаких не будет ну и здесь мне попадается на глаза этот дракончик я конечно не смогла удержаться не смогла просто я сейчас очень-очень рада что я все-таки его купила так размер 16 на 13 сантиметров ну да он не маленький вот смотрите он как бы больше моей рук в руку мне влазит да вот такая будет у меня игрушечка на елочку обязательно я его вышью обязательно я вам покажу так что подписывайтесь на канал ставьте лайки и не забывайте нажимать колокольчик для того чтобы не пропустить ни одно видео вот и фетр такой еще красный прям красный огненный вообще шикарный красиво я не могу налюбоваться я не знаю я уже хочу вышивать да конечно посмотрю я как буду вышивать я вам покажу я сниму видео и вот здесь вот наверное вот эти вот края вот эти вот они дадут о себе знать я думаю что так уж просто он мне не поддаться хотя посмотрим посмотрим это же все таки мой дракон да я с ним справлюсь обязательно так и здесь в наборе я еще не сказала есть ниточка вот бисерная ниточка вот она сейчас ее открою посмотрю не знаю уже хочется вышивать ну ладно я чуть-чуть потерплю я все обязательно покажу так что подписывайтесь на канал все вот такие у меня покупочки уже наверное они последние в декабре последние в этом 2019 году но посмотрим время у меня еще есть что-то купить но пока последние так вот я рада что я вам все это показала всю свою красоту спасибо всем за внимание спасибо всем что смотрите мой канал подписывайтесь ставьте лайки с вами была милочка пока пока пока